Здравствуйте, с вами в магазине и все-научный центр FUNCAM, на обзоре на тем деле системы на базе Android от компании TAMBOX для Toyota Run Cruiser 200. Модель H-Line с диагональю экрана 12,3 дюйма, встает в штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая специально разработана под этот автомобиль. По штатным местам все встает, выглядит все достаточно аккуратно, меняется полностью вся вот эта лицевая панель. Рамка, центральная часть выполнена из черного глянцевого пластика, также здесь есть воздуховоды, вставки боковые из серебряного пластика. В общем, все хорошо вписывается в интерьер автомобиля, также по центру есть вот такие вот часы и есть кнопки управления физические климат-контролем. Вся информация дублируется на экран магнитола, можно регулировать как температуру водителя, так и пассажира. Также в магнитоле есть специальное меню, перейдя в которое, получаем доступ полностью к управлению климат-контролем. Уровень обдува, включение-выключение, авторежим можно включить направление воздуха, управление температурой, это все регулируется теперь с магнитолой. Штатная магнитола здесь также остается, звук идет через нее, и данная мультимедийная система подключается по AUX к ней. Но при этом она также адаптируется с коншиной автомобиля, и здесь выводится информация по внешней температуре, которая берется с датчиков автомобиля. Отображается информация об открытых дверях, и также идет управление по автомобилю. Здесь выводится техническая информация по автомобилю, управление климат-контролем, и штатные настройки по автомобилю, по усилителю. Акустическая система здесь установлена на JBL штатная, все работает корректно, потери звуков нет. Кнопки на мультируле адаптировались, работает управление громкостью, переключение треков. Вот эти кнопки, к сожалению, не удалось адаптировать. По внешним подключениям в бардачок выводятся USB-порты, которые поддерживают передачу данных, поэтому сюда можно подключать флешки, жесткие диски с мультимедией, с музыкой, с фильмами, и вы воспроизводите это все на магнитоле. Также еще выводится слот под сим-карту для подключения к интернету, чтобы пользоваться всеми возможностями магнитола. К интернету вы сможете подключиться, либо установив сюда сим-карту, как в данном случае, либо можете раздать интернет с своего мобильного устройства через режим модема и подключиться по Wi-Fi. Штатную систему кругового обзора также подключили, он включается автоматически. При включении задней передачи автоматически включается задняя камера, и также при нажатии на кнопку View переключаются режимы по круговому обзору. Поэтому вся функциональность здесь сохранилась. По самой мультимедийной системе работает она на базе Android, и, конечно, гораздо более интересная, чем штатная была установлена у автомобиля. Здесь гораздо лучший экран, он достаточно большого размера, яркий, насыщенный. Работает все максимально быстро, плавно. Здесь достаточно производительное железо установлено. Есть доступ к магазину приложений Play Market, откуда можно скачать любое приложение. Самые популярные здесь уже предустановлены. Это Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Ютюб и многое другое. И также доступны все современные мультимедийные возможности, которые ранее были недоступны в автомобиле. Обращайтесь к нам в компанию, у нас вы сможете как приобрести, так и установить дополнительное мультимедийное оборудование для вашего автомобиля. Есть множество различных вариантов, более подробно обо всем вы сможете узнать на нашем сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть доставка по регионам. С постоплатой вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть собственная служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok